Добрый день дорогие телезрители! В эфире программа Карачаева Черкесия онлайн и в студии ее ведущие Екатерина Иванова и Зурав Джандаров. О самых актуальных событиях дня, о том чем живет Карачаева Черкесия, сегодня мы поговорим с гостями нашей студии. Ну и как всегда наш эфир мы начинаем с дайджеста новостей. К этому часу давайте посмотрим. С начала 2018 года более 20 миллионов рублей выплатили родителям в Карачаевой Черкесии в качестве материальной поддержки в связи с рождением или усыновлением в семьях первого ребенка. С начала года почти 500 семей стали получателями ежемесячной выплаты, размер которой в регионе составил 9 428 рублей. Помощь оказывается в адресном порядке наиболее нуждающимся категориям родителей. Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином России и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте России. В рамках 9-го Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук-2018» стартовал грантовый конкурс проекта Федерального агентства по делам молодежи, в котором примут участие свыше 150 проектов из Карачаева-Черкесии. Первый день работы экспертного жюри был посвящен инициативам некоммерческих организаций. Всего по данному направлению участниками первой смены были поданы 31 заявка. В 2018 году общий объем грантовой поддержки проектов НКО на форуме «Машук» составит 50 миллионов рублей. С 16 по 18 августа в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу приедут специалисты кафедры нервных болезней Северного государственного медицинского университета во главе с профессором Карповым. Для проведения психофизиологического исследования определение возможности дальнейшей реабилитации пациентов со стойкими выраженными неврологическими нарушениями. Специалисты осмотрят пациентов в больнице, в том числе тех, кто оказался на госпитализации после ДТП, поскольку проблема дорожно-транспортного травматизма особенно актуальна для Карачаева-Черкесии. Сотрудники полиции совместно с администрациями поселений проводят работу по уничтожению дикорастущей конопли путём скашивания и сжигания. Она уже уничтожена на площади в полгектара. Сотрудники полиции также выявили пять фактов незаконного оборота наркотиков, по которым принимаются процессуальные решения. На территории Карачаева-Черкесии проходит третий этап оперативно-профилактической операции МАК-2018. Участники федерального проекта «Трезвая Россия» и экспертно-аналитический центр при Общественной палате России составили ежегодный рейтинг трезвых регионов. В 2018 году пятёрка наиболее трезвых регионов выглядит следующим образом. Чеченская республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Карачаева-Черкесская республика и Белгородская область. Антирейтинг наиболее пьющих субъектов возглавила Магаданская область. Следом идут Ненецкий автономный округ, Республика Бурятия, Чукотский автономный округ и Пермский край. А мы переходим к главной теме нашей сегодняшней передачи. 26 лет назад, в августе 92-го года, началась война за свободу и независимость Абхазии. И с первых же дней стало формироваться добровольческое движение из братских народов Северного Кавказа, Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Знак благодарности и уважения к людям, которые поддержали в Абхазию в сложные годы войны. В память о погибших за ее независимость власти республики объявили 15 августа Днем Добровольца. Подробнее о той войне и о помощи Карачаева-Черкесии, абхазскому народу, мы поговорим с нашим гостем, Зауром Гузеровичем Дзуговым, председателем Союза Абхазских Добровольцев в Карачаево-Черкесии. Добрый день, Заур Гузерович. Здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь, наверное, хочется вас все-таки поздравить с новой должностью. Недавно вы стали председателем общественной организации Абаза, с чем мы вас, собственно, и поздравляем, желаем творческих и общественных успехов в этой сложной ответственной деятельности. Спасибо. Ну и для начала, наверное, хотелось бы узнать, где вы находились в то время, 14 августа 1992 года? Ну, 14 августа 1992 года, поминутно это не расписать, но, как все нормальные люди, я был дома. И тогда же таких связей не было ни сотого телефона, ни интернета. Узнали мы немножко попозже об этом. И, как любой нормальный человек, была реакция. Сейчас трудно это объяснить. Ужасно. Реакция была, да. Как вы узнали об этом? То есть, кто вам рассказал? Как эта информация дошла? И как вы узнали, что вот нужно ехать туда, и что собираются вот такие добровольческие отряды? Ну, знаете, как я узнал, это, в принципе, как все. Это была какая-то связь телефонная, и потом из уста в уст, как говорится, там передали, здесь передали. В принципе, республика бурлила на тот момент, потому что это было, необъяснимо было. Летний сезон, курорт, люди на отдыхе, и вдруг на танках заезжают, короче. В принципе, это только в страшных фильмах можно было такое смотреть. Учитывая, что, да, такие времена уже были, уже вроде бы казалось бы, 92-й год, это время, когда Россия вот глотнула воздух свободы, когда Абхазия стала независимым государством, она стремилась к этому, вот, и тут такое событие. Скажите, пожалуйста, а, ну, был ли момент, когда вы засомневались ехать, не ехать? Или это было вот такой прям порыв, и сразу же? Ну, без всяких, я вам честно скажу, ни секунды момента не было раздумья. Это было, и знаете, сегодня мне трудно объяснить, как это было, но это, скорее всего, зов крови, зов сердца, и, видимо, так. То есть, нас никто не призывал ни через военкомат, ни через сельсовет, ни откуда. То есть, это не было какого-то организованного такого мероприятия, вы сами пошли и сами выразили свое желание. Так получилось, что на тот момент, это уже в 92-м году, ребята собрались, мы идем, идем, собрались и пошли. А вот сколько лет было вам, и где вы на тот момент работали, чем занимались? Мне было неполных 26 лет. Я работал завмагом в сельском магазине, хозяйственном магазине. То есть, обычная рабочая профессия? Обычная рабочая профессия, да. У меня на тот момент, ну, неудобно говорить, старшему мальчику было, он 90-го года, вот посчитайте. Полтора года ему, ну, два, не помню. А вот как сформировался этот отряд? То есть, это были какие-то выходцы, может быть, из Абхазии? Ну, вы знаете, нет, на тот момент это все было стихийно. Все было стихийно. Там какая-то часть людей собралась и поехали в Грозный. В Грозном там формировали тогда общий сбор. Много добровольцев из Чечни было. Да, общий сбор был там. Потом они вместе уже экипированы и ехали. Наши ребята отсюда прямо собирались через Дамхурс, через горы. Оттуда ребята абхазы перешли, кто знал тропу. Но это очень сложная дорога. Ну, нелегко. То есть, вы пешком, да? Да. Нет, я на тот момент, нет, мы тут занимались, уже был штаб, я занимался немножко другим. А ребята пошли через горы. Я в Абхазию попал уже после освобождения Гагр. Гагрское наступление, когда освободили, мы отсюда уже перешли границу. Ну, там тоже были сложности, но, тем не менее, мы начали с того листа. Ну, давайте тогда, получается, перейдем к тому моменту, как вы оказались в Абхазию. Вот вы попадаете в республику, где идет война. Вот ваше первое такое ощущение. Потому что мне кажется, что все равно перед человеком еще стоит вот этот выбор, пойти туда или остаться здесь. Ну, честно, я вам так хочу сказать. На тот момент не хочу ни из себя, ни из моих близких людей, ребят, героев корчить. Я по себе беру, а это критический момент. И там всеми феврами чувствуешь и себя, и товарища. В принципе, ни один человек там уже не раздумывал насчет назад. Раз пришли, это все. Вы знаете, вот вы говорите, что ни один человек не раздумывал. И понятно, что в такой момент, когда ты понимаешь, что ты ставишь на кон свою жизнь, ты делаешь это ради чего-то. Что двигало вами в этот момент? Потому что, ну, конечно, Абхазия, да, для любого Абхазина, это какая-то такая родина. Но несмотря на то, что как бы это такая большая родина, мы все родились здесь. И, ну, с детства этого не прививается. Ну, давайте быть откровенными. Мы все знаем, что это наши братья. Вот, но ощущение, что это прям твоя земля, ну, вот, как, вот, как, допустим, тот твой родной аул, нету. Ты приезжаешь в чужую страну, по факту, в этот момент, да, в другое государство. Что вами двигало в этот момент, почему вы не боялись пойти и воевать за братский народ? Тут немножко я не соглашусь в плане того, что, если брать себя лично, я со Старокувинска. Вот, и этот аул, Кувинский тогда, и Новокувинский, это один аул. Кувинский, последний из аулов, который перешел на северный склон Большого Кавказского хребта. Мы выходцы из Псху. То есть, не полных 150 лет было. Для истории это ни о чем. Я не умоляю. Поэтому я где-то ощущаю и чувствую, что... За свою родину. Да, там, понимаете, словами это я не могу вам объяснить. Это надо прочувствовать. Я думаю, что все ребята, которые были, это совсем другое. А у вас были там, может быть, какие-то родственники, какие-то друзья? Ну, знаете как, если лично меня касается, я вам скажу, моя мама родилась в Псху. Моя старшая сестра родилась в Псху. Мама училась тогда. Отец мой, в принципе, где-то с 3-4 класса до того, как он в армию ушел, находился там. Ну, то есть, практически, это фактическая родина вашей семьи. Лично у меня, да. Как-то в таком плане. Поэтому, как сказать... Но, здесь правильно говорится, до того момента я сам лично был два раза в Абхазии. Это в 88-м году мы ездили играть товарищеский матч по футболу с командой Питсунды, с Таракувинской командой. Тогда уже волнения были при нас в 87-м году. Это момент уже один был. Нас в срочном порядке эвакуировали, будем так говорить. Тогда такое было. И после этого еще один раз мы ездили. А потом, как-то вот перерыв, год-два, вдруг война, и тут уже выбора не оставалось. Давайте, прежде чем перейти именно к военным действиям и к вашему участию в них, поговорим о причинах этой войны. Ну да, кстати, там, насколько я понимаю, очень неоднозначная история. Грузинские власти говорят одну версию, российские другую. Мне кажется, в любой войне, в принципе. Ну, как и в любой, да, в любом другом конфликте. Смотрите, сейчас, я одно точно, это геополитика. Безусловно. Геополитика. Поэтому, в принципе, народ страдает кто? Просто народ. Я не думаю. Ну, это сугубо мое личное мнение. Кто-то может с этим не согласиться. Мое мнение, что в любой войне победителя нет, в моем понимании. Конечно. Потому что ни одна человеческая жертва, в моем понимании, не стоит никакой победы. А тут вопрос такой, почему называют грузинскую сторону агрессором? Наверное, это по понятиям мировой практики. Потому что абхазы жили у себя, грузины пришли на танках с войной. Наверное, так. А сейчас, говорить, это была политика Шевронадзе, это была политика Америки, это была политика кого-то другого. Ну, я не могу, у меня таких глобальных данных нет. Я знаю одно. Там гибли люди. Что с этой стороны, что с той стороны. То есть, было неважно уже, кто виноват. Это было... Главное было спасти людей от этой войны. То есть, нами двигало, я так скажу, если так, опять-таки, не пафосно, обостренное чувство справедливости. Будем так говорить. Ну, за Родину воевали. То есть, в любом случае, воевали за свою правду, за свою территорию, за важность оставаться независимыми от грузинских властей. Учитывая, что на помощь Абхазии пришел весь Северный Кавказ, юг России и даже другие территории. Я думаю, что здесь уже вопрос сам по себе отпадает, кто прав, кто виноват. Со стороны Грузии, насколько мне известно, опять-таки, расписаться, что это так, я не могу. Ну, были наемные. Наемные какие-то. Кто-то, говорит, с Прибалтики, кто-то, говорит, с Украины. Что-то, ну, не знаю. Я лично с ними не встречался. Но такие разговоры были. А вот со стороны Абхазии, я в том числе, мы пошли туда воевать, еще раз говорю, чисто за справедливость, если это слово здесь приемлемо. В составе скольких человек вы попали в Абхазию? То есть, сколько выходцев из Карачаева Черкесии на тот момент были готовы рискнуть собственной жизнью за свободу своих братьев? Было много, но попали не все. Там по-разному было. И все вместе встали, с троем туда не пошли. Там было два человека пришли, восемь человек группой прошло, десять, пятнадцать, по-разному люди пришли. Но за все время конфликта этой войны выходцев из Карачаева Черкесии было 119 человек. Ну, это довольно-таки большое количество, учитывая, что, ну, в основном это, скорее всего, были Абхазины все-таки. Ну, не хочу никого ущемлять, большая часть – да. Ну, потому что, видимо, как вы и говорили, обостренное вот это чувство братства и единения двигало ими. Ну, учитывая, что Абхазин-то не так уж и много в республике все-таки, малочисленный народ, 119 человек – это большое количество. Ну, ни одного из ребят не хочу ущемить, ни достоинства, ни… Только со Старокувинска, только Старокувинска, было 25 человек. Я почему вам сказал, что последние, кто ушли с Абхазии, с Псху, это наш аул. А остальные ребята… И сейчас давать оценку, кто-то героизм проявил, кто-то это… Потому что любой человек в моем… Кто туда пришел, тот уже герой. Потому что в любую минуту он мог погибнуть. Ну, по сути, да, маленький аул рисковал потерять 25 взрослых здоровых мужчин. Да. Молодых парней в основном. Да. Ну, там в основном же были лет до 30 все парни. До 30 максимум. Ну, 32-35 кто-то может быть. А так вот в пределах от 22-23 до 35. Вот есть даже видео, правда, там абхазские воины, и там девушка спрашивает, кто их чем занимается. Один учится на журналиста, другой… Ну, то есть, они прямо вообще… Ну, это люди, которые младше меня сейчас. И они с автоматами в руках защищают свою родину. Ну, да. Вот Заур Гузерович был моим ровесником, когда отправился на войну. Поэтому, наверное, вот мне это очень, с одной стороны, тяжело понять, а с другой стороны, вызывает очень большое уважение. Ну, вот все-таки вы оказались на войне. Да. Раньше брали ли вы в руки оружие, стреляли ли вы, сталкивались ли вы вот с такой опасностью, и как вот вам приходилось действовать тогда? Да. То есть, давайте вспомним вот эти вот тяжелые дни сражений. Ну, знаете, что хочу вам сказать. Учитывая, что я отслужил советскую армию, с оружием я был знаком, ну, в принципе, и до армии. У меня было, ну, это пусть охотничий будет, пусть такое, там. С оружием был знаком. По стрельбе, ну, чувствую себя уютно. Но, честно сказать, чтобы война, враг, как хотите называйте, то есть, стрелять в человека мне не приходилось. Ну, конечно, это психологически очень тяжело. Психологически это очень трудно, и вот поверьте мне, если вам другой человек скажет, что он был на войне, он не боялся, он туда, поверьте мне, он обманывает. Ну, не бывает. Или он ненормальный. Не знаю, это сейчас правильно, сейчас в эфире неправильно. Нет, конечно, это нормально, страх это нормально. Любой человек, а вот самое главное, если суметь правильно перебороть страх, вот это уже... Героизм. Ну, не знаю, может быть, героизм, но человек уже начинает адекватно действовать. Саур Гузерович, ну, вот у меня к вам такой вопрос, извините, что приходится его задавать, но все-таки приходилось ли терять? Приходилось ли терять друзей? К сожалению, да. К сожалению, да. Вот наша республика потеряла 13 человек, погибли. Многие ребята ранены. Вот, например, Володя Кишмахов, он психический парень, близкий мой, мы с ним познакомились в 81-м году, когда мы поступили в автодорожную технику. Пацанами в 8-й класс. И вот с этого момента мы с ним были друзья, потом армия, с армии пришли, он по своим делам, я поступил в институт, а потом мы с ним опять встретились в Абхазии. Мы попали туда уже не вместе, а встретились там. Вот он у нас, к сожалению, погиб. Первый раз, когда гагарская операция была, он получил ранение, вернулся, залечился, вернулся опять, и уже в следующий раз рана была уже, к сожалению, смертельная. Это получается, он был вашим ровесником, да? Мы с ним одноклассники, однокашники. То есть, ты до 30-ти парень не дожил? Ну, 26, 26 лет не было. А как ваши родственники отнеслись к тому, что вы едите в Абхазию? Во-первых, никто не знал. Вот у меня в доме никто не знал абсолютно, что я еду туда. Мы вечером с моим другом сели и уехали. И парень, который нас отвез, когда он возвращался, я ему сказал, домой заедет, скажи, где я что-то. Тогда же я говорю, связи не было, телефонов не было. Ни один человек, тогда у меня отец живой был, ни отец, ни мать, ни мать. Мне кажется, они бы вас просто не отпустили, как родители. Там, знаете как, в принципе, мать нет, отец, наверное, если бы я твердо стоял, а я стоял бы твердо, не возражал бы. Ну, как мужчина бы вас понял. Да, он бы меня понял, поэтому что... Он бы сделал наверняка то же самое на вашем месте. Зор Гузирович, ну вот в 2016 году в августе в Карачаево-Черкесии, вот если быть точным, в Черкесии, открылся памятник погибшим добровольцам в Абхазии. И сейчас я предлагаю вашему вниманию и вниманию наших телезрителей просмотреть небольшой сюжет о том, как это было. Несмотря на дождливую погоду, на торжественный митинг, посвященный открытию памятника нашим землякам, погибшим во время грузино-абхазского конфликта, прибыли руководители Абхазии и Карачаева-Черкесии, делегаты из Братской Республики, представители правительства и парламента Карачаева-Черкесии, общественных организаций, духовенства, родственники и товарищи погибших, бок о бок с ними, боровшиеся за свободу Абхазии. Те суровые для этой республики времена на защиту ее интересов из Карачаева-Черкесии отправили 119 человек. Все добровольцы. 13 из них не суждено было вернуться в отчий дом. Погибшие воины навсегда останутся в памяти народной, как мужественные и отважные люди. С ракным подвигом добровольства связаны многие страницы новейшей истории Абхазии. Их имена и фамилии золотыми буквами вписаны в лето Песадественной войны народа Абхазии. Память обо всех, кто в трудную минуту оказался рядом, бережно хранят и передают из поколения в поколение народы Абхазии. Убежден, память, которую мы сегодня открываем, станет для будущих поколений символом мужества, братской поддержки единства, а также напоминанием, что сохранение мира и согласия является самой главной целью и ориентиром наших государств. Грузино-Абхазский военный конфликт 1992-1993 годов стал самым масштабным и кровопролитным военным столкновением в истории современной Абхазии. В первые же дни войны на помощь братьям Абхазам из республик Северного Кавказа направились сотни отчаянных добровольцев. В Абхазии никогда не забудут мужество и героизм добровольцев. Мы склоняем головы перед памятью павших и низко кланяемся матерям, взрослевшим таких отважных сыновей. Сложно передать те чувства, которые мы испытывали в августе 1992 года, когда поступила информация, что нам на помощь идут наши братья из Северного Кавказа. Осознание того, что мы не одни, что наши братья с нами вмиг сделало нас сильнее и непобедимее. Сохранение памяти о погибших добровольцах – одна из задач общественной организации Союза Абхазских Добровольцев Карачаева-Черкесии, которая активно участвует в общественно-политической жизни региона и вносит большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Память о тех трагических событиях навсегда останется в наших сердцах. Хочу выразить огромную благодарность временно исполняющему обязанности главы Карачаева-Черкесской республики Рашиду Борисбеевичу Тимрезову за понимание и поддержку в нашем начинании у руководителей погибших добровольцев и установить им памятник именно здесь, среди героев, на Аллее Славы. Почетное право открыть памятник добровольцам Карачаева-Черкесии, погибшим за свободу и независимость Абхазии, было предоставлено руководителям двух республик. Открытие проходило с соблюдением всех воинских почестей и традиций. Были и оружейные залпы, и минута молчания. В завершении все участники митинга возложили цветы к основанию памятника. Ну вот расскажите, пожалуйста, как вот развивались военные действия и что привело к урегулированию этого конфликта? Ну, насколько это можно было назвать урегулированием? Ну, как, это не было урегулировано, это была капитуляция. То есть это была победа по факту, абхазских войск над Грузией, они их выгнали со своей территории? Да, это была победа. Правда, жертвы большие, к сожалению. Там капитуляции, ну как, договоренности никаких не было. Там до Ингура зачистили, и все, границу закрыли. Вы помните этот день? К сожалению, нет. В тот момент, когда уже я там не был, у меня по семейным обстоятельствам, я был уже здесь дома. Ну, собственно, скорее всего, вам сразу же эта новость... Само собой мы были, да. Это... И вот что вы ощутили на тот момент? Честно, я был, во-первых, очень рад за тех ребят, которые остались живы. И очень больно горько за тех ребят, которые не смогли в этот день быть с нами рядом. Что еще можно ощутить в этом деле? Ну, на самом деле, вот говоря о капитуляции, ведь до сих пор Абхазию большинство мировое сообщество не воспринимает как отдельное государство. То есть, даже если ты сейчас в гугл-картах ты напишешь Сухуми, то он тебе покажет Грузия Сухуми. Джорджия, да, пишет. Да, Джорджия Сухуми. Вот, поэтому это такая, ну, война за независимость, которая, ну, на мой взгляд, она до сих пор продолжается. Это до сих пор... Ну, то есть, это уже не война с оружием в руках, это война за какое-то за свое право считаться отдельным самостоятельным государством. Ну, возможно, даже просто информационная война, которая в наши годы... Ну, сейчас уже не так. ...все еще более серьезной, чем война с оружием в руках. Вот вы приехали, прошло какое-то время. Общались ли вы с теми, кто... С кем, возможно, познакомились там? С теми ребятами, с которыми отправлялись воевать? Естественно, это... Понимаете, когда говорят война, все думают, что с утра до вечера там идет стрельба, и бомбы, взрывы. Нет, война. Жизнь так же и продолжается. Если есть какие-то моменты, если уличные бои или стратегические там... Это тактика. То есть, с утра до вечера там никто не стреляет. Я, во всяком случае, не был на такой войне. Ну, понятно, это как бы... Да, это может быть в кино. Люди же все-таки тоже устают, как-никак. Любой бой, любой бой длится 10-15 минут. Все. Там или та сторона отходит, или эта сторона отходит. Все. Другого боя, не знаю. Война, вот, знаете, война это всегда, там, какие-то ситуации, при которых так или иначе приходится общаться с противоположной стороной. Ну, там, возможно, вот есть истории про Великую Отечественную, когда там они перекрикивались, допустим, из окопа в окоп, да? Либо, когда там берутся пленные. Приходилось ли вам общаться с грузинскими солдатами, вот, в каких-либо ситуациях? И как они относились к этому всему? Потому что... Ну, мне лично, нет, не приходилось. Так ребята рассказывали. Там даже моменты были, вот, когда Гагру еще не освободили. Вот, как вы говорите, тоже перекрикивались. То есть, даже были ребята с одного двора, абхазы и грузин, которые узнавали друг друга по голосу, кричали друг к другу, но это уже, Рубикон был пройден, и поэтому там уже обратного не было. Ну, то есть, знаете, про что вопрос у меня больше? Ну, опять-таки, да, сравнивая с Великой Отечественной войной, много ходит истории про то, как какой-нибудь немец сдавался советским войскам, говорил, я не хочу воевать, я, ну, я там, я на вашей территории, и я понимаю, что, ну, это неправильно. То есть, неужели у грузин, которые пришли на чужую абхазскую землю, которые, ну, наверняка там были здравомыслящие люди, неужели у них не было такого, что они понимали, что они сейчас захватывают чужие территории? Ну, не могу сейчас отдать оценку. То есть, не приходилось вам сталкиваться? С ними сталкиваться не приходилось. Нет, я сейчас не буду лукавить. Но любой здравомыслящий человек должен понимать, если ты пришел в чужой дом и хочешь отобрать, естественно, будет реакция. Ну, вот после участия народа Карачаева-Черкесии в такой вот войне, как складывались отношения между нашими вот братскими народами, между жителями Карачаева-Черкесии и Абхазии? То есть, как развивалось вот это вот взаимное общение, взаимодействие? Ну, знаете, абхазский народ, ну, в принципе, как любой нормальный народ, очень гостеприимный, очень добродушный. Вот знаете, вот когда приезжаешь в Абхазию, находишься два-три дня, лично я по себе, ощущения свои, ну, в какой-то невесомости. Потому что вокруг тебя так, вокруг тебя этак. Это и до войны чувствую. Ну, вы знаете, это вообще сам плачок земли, многие называют рай на земле. А в раю плохие люди жить не могут, насколько я понимаю. Поэтому я сейчас, может быть, утрирую что-то. Ну, мне нравится там. Часто или бываете? К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Не так часто, как хотелось бы. Но так. Ну, теперь с новой должностью, наверное, будет дичащейся. Ну, как-то, наверное. Ну, надо точно настраивать мост между абхазами и абазинами. Ну, мост, вообще, мост это очень хорошее сооружение. Между кем бы ни было. А здесь, ну, сам Бог велел просто. Раньше же наши деды общались, ходили пешком на лошадях, были тропы, никто никому не запрещал. Ну, сегодня как-то вот так. Ну, вот в плане содружества наших народов, в плане взаимообмена опытом, может, каким-то культурным, вот какие все-таки проходят, не знаю, мероприятия, если это можно так назвать. Вспоминают ли ту войну вот в контексте вот каких-то встреч? Ну, знаете, во-первых, войну забыть нельзя. Забыть нельзя. Но и жить одной войной это тоже невозможно. Конечно. То есть, идти вперед, оглядываясь, это неправильно. А взаимоотношения какие? Вот в Абхазии тоже не так часто, как хотелось бы. Приезжают детские ансамбли, взрослые, концерты. И в городе бывает у нас, и в районе, потом по аулам. Ну да, даже вот был день культурного рода Аббаза, приезжали из Абхазии гости. Был день абазинские игры были, тоже была делегация, в том числе из Абхазии, из Турции, из других регионов, из Кабардино-Балкарии были. Поэтому, да, ну на самом деле, я отвечу один на вопрос. Ну действительно, вообще не есть. Да, да, сейчас в принципе мы стараемся про те мосты, что вы сказали, налаживать. И в сторону Кабардино-Балкарии, и в сторону Адыгеи, и в сторону Абхазии. Мое мнение такое, то есть не мое, я придерживаюсь этого мнения. Человек один счастлив быть не может. Когда у тебя у соседа плохо, а ты не можешь себя ощущать счастливым. А когда в общении, в общении, бывает и горестные случаи, рядом становишься. А когда радость, это вообще радость вдвойне. Когда приехал друг, близкий, брат, почему нет? Ну вот вы все-таки правильно сказали одну вещь, что жить одной войной невозможно, но, конечно же, забывать о ней тоже не стоит. Да, вообще, наверное, и нельзя. И вчера как раз вот на Аллее Героев в республиканской столице почтили память добровольцев из Карачаева-Черкесии, погибших за свободу и независимость республики Абхазия. Туда на митинг пришли ветераны боевых действий, родственники погибших, их близкие друзья. И с очевидцами того времени, тех лет, встретилась наша съемочная группа. И я предлагаю вашему просмотру и просмотру наших телезрителей сюжет с места событий. Уже 25 лет минуло с той поры, как грузинские танки вторглись на территорию Абхазии. В августе 1992 года политическое противостояние между Тубилисией и Сухумом переросло в военные действия с применением авиации и реактивной артиллерии. Тогда на то в помощи братского народа отпикнулись представители более 30 национальностей Северного Кавказа. Молоды и не очень, они уезжали воевать добровольцами, многие без оружия. Зато и без тени страха, понимая, что там за перевалом – часть их исторической родины. Это наша родина, понимаете? Как вам сказать, если даже взять абазинов, нас очень мало. А там шло искоренение нации. Хотели уничтожить всех абхазцев, и у них не получилось. Почему? Потому что мы пошли и начали воевать. В бой они шли добровольно. Ни военного призыва, ни приказа сверху никто им не отдавал. Они сами взяли на себя всю ответственность. Я знал, что куда иду, знал, что здесь убивают, что это не пионерская зорница, не шутки играют, а действительно здесь убивают. Но когда я сюда приехал, приехал и увидел здесь беспредел натуральный, что здесь практически Абхазия, видите как, этот райский уголок просто превратили, можно сказать, в руины. Войный конфликт в Абхазии продлился 13 месяцев. За это время на братский зов туда прибыло более двух тысяч человек со всего Северного Кавказа. Как вспоминают очевидцы, благодаря их приезду защитники Абхазии получили возможность накопить силы и устоять в той борьбе. Нам было стыдно, не то, что это громкие слова или что-то, нам было стыдно уходить назад, потому что старики, когда нас увидели, у них такой дух поднялся, что они не одни. Сегодняшний митинг – дань памяти 13 добровольцам из Карачаева, Черкесии, которые погибли, сражаясь за независимость Абхазии. Тогда, в августе 92-го года, на помощь абхазскому народу прибыли 119 жителей Карачаева, Черкесии. Добровольцы внесли весомый вклад в победу. Их присутствие, особенно на первом этапе войны, оказало на боевом и моральном духе абхазского ополчения. Основная масса добровольцев ушла в Абхазию, даже не сообщая об этом своим близким. Подвиг добровольцев бессмертен. Наши земляки всегда были на передовых рубежах. Если посмотреть назад, это Абхазия, это Чечня, это и Чехословакия, это сегодня Северия, мы всегда будем помнить наших братьев, и никогда мы их не подведем. 13 из них не суждено было вернуться на родину. Их фамилии теперь на обелиске, а родные и близкие чтят, не вернувшись из войны, как героев. Нас помнят, нам уделяют внимание, помнят даже детей. Я горда за своего сына и за детей, которые так воспитали родителей. В первые же дни войны, перейдя через перевалы, добровольцы встали рядом с абхазским народом. Их подвиг еще раз показал силу, исплоченность жителей Северного Кавказа, и помог братскому народу Абхазии отстоять право на независимость. Заур Кузерович, ну вот очень важный вопрос, мне кажется, как молодежь относится к вот этой памяти. Воспитывается ли в ней какое-то вот, знаете, такое благовейное уважение к тому, что их, ну, возможно, родители, возможно, родственники просто, близкие и дальние, неважно, участвовали в войне, которая вот была не так давно в разрезе истории? В Абхазии, в принципе, нет семьи, которая не задела эта война. Нет семьи. Я сегодня, например, сегодня помню детей, которых вывозили из Ткварчели. Да, с Восточного фронта к нам. Дети, которым было от трех, пять, семь лет, вы знаете, забыть это невозможно. Когда они слышали шум вертолета или самолета, эти дети разбегались кто куда. Это вообще удивительно было. Удивительно, чему удивляться, это, я даже не знаю, как это назвать, это инстинкт самосохранения, скорее всего. А эти дети, вот которым было три года, пять лет, сегодня 25, 20, 30 лет, то есть они сейчас в том возрасте, когда, грубо говоря, мы пришли туда. и я думаю, что это на их памяти, вот эти страшные дни войны. То есть, да, уже еще есть, даже тема, люди, они еще помнят. Знаете как, рано еще не затянувшейся, этой войны. Дело в том, что вот вы рассказываете сейчас о событиях вот этой вот войны в Абхазии, и знаете, у меня как дежавю, то есть я понимаю, что это очень похоже на рассказы о Великой Отечественной войне, не вот наших ветеранов, в том плане, что те же эмоции, то же состояние человека, но самое ужасное в этом, что эта война была не 70 лет назад, не так давно, а что вот в нашем таком развитом обществе, как мы сейчас говорим. На нашей памяти. И вот... То есть это мы все видим не по рассказам, а были очевидцами, поэтому, да, тяжело воспринимается, трудно, ну, а что делать? Вот расскажите, пожалуйста, вот на мероприятии, которое прошло вот в День Добровольца, кто пришел, что говорили родственники погибших, что говорили сами участники боевых действий, вот те, с кем вы рука об руку туда шли, что они вспоминают сегодня, какие у них чувства спустя 26 лет? Ну, родственники погибших что могут сказать? К сожалению, они потеряли родного, близкого человека, кто-то сына, кто-то брата, кто-то отца. что они могут сегодня сказать? Они просто приходят, говорят нам спасибо, в плане того, я не знаю, правильно, они говорят, за то, что мы не забываем наших ребят, которые погибли, за спасибо, за то, что мы не забываем их приглашать всегда, да, где-то это больно, да, где-то это рана, которая не заживает, но забыть тоже это невозможно, мы же не можем сказать, вот ребята погибли, мы не будем беспокоить их родителей, но это тоже, наверное, неправильно, они, может быть, эти родители в нас видят своих сыновей, может быть, я не знаю, ну, мы, во всяком случае, стараемся как-то, если это возможно, облегчить, потом, память, она, есть память ее, из нее, тем более, это его ребенок, еще раз говорю, это его отец, это его брат, ну, как. Зару Гузерович, вы совершенно верно заметили, что на войне были не только абазины, да, приехали туда воевать не только абазины, но и весь Северный Кавказ, скажите, пожалуйста, как много было людей, которые не являются представителями народа абаза, там, чеченцы же были, насколько я знаю, осетины, осетины были, чеченцы были, Кабарда была, Адыгея, казаки были, донские, ростовские, потом были, по-моему, сейчас обманывать не буду, то ли с Башкирией, то ли с Татарстана, да, даже оттуда, да, там, и помощь оказывалась большая, и в такой силе, и вообще, ну, в принципе, в принципе, сейчас, я так вспоминаю, ну, наверное, не было уголка Великой России, который не откликнулся на беду, вот этой маленькой республики. Вот, и сразу вопрос у меня, то есть, понятно, что, что двигало базинами, которые туда ехали, но вот те же самые башкиры, это же не их земля, это же даже люди, с которыми они, ну, как бы, они даже не соседи, да, там, еще там чеченцы, осетины, осетины, понятно, особенно, да, почему они, более или менее, понятны их мотивы, что двигало этими людьми, почему именно они поехали, в Абхазию, то есть, это же, это же не наемники были, это были именно добровольцы, да, это не наемники, ну, опять-таки, знаете, мне трудно давать оценку, тех поводов, почему они поехали, но опять-таки, я думаю, что это, то, что я сказал, это чисто обостренное чувство справедливости и юношеский максимализм, в 50 лет, и дальше, человек уже думает, осознает, надо, а когда ты молодой, ты горишь, изнутри, и снаружи, и когда ты видишь, что это происходит, я думаю, наверное так, но, одно точно, для наживы, материальной, туда никто не приезжал, ну, уж тем более, воевать за сторону Абхазии, там, какая будет нажива, да, то есть, одно дело, если ты, ну, с мародерской стороны, да, со стороны нападающих, там еще можно что-то, наверное, оттуда, поэтому, никто не даст свой дом разворовывать, а много вообще их было, этих людей, которые были из других народов, как было, чеченская группа была, там, чеченца, по-моему, прям много было, да, там, то ли батальон, то ли, как хочешь называй, бригада, там по-разному, чеченская, я же говорю, в начале самой войны, там хаос был, были все вперемешку, кто там, кто здесь, а потом чуть-чуть, когда все это растряслось, и каждый, и каждый уже, ну, как бы там ни было, там все близкие, но, естественно, мне ближе было с ребятами с аббазинами, чем с чеченскими, ну, тот же язык, тот же, ну, понятно, да, то есть, никто никого не отделяет, ну, и они базировались, кто где, уже какой-то фронт был, похоже уже на военные действия, связь какая-то была, командиры были, все упорядочилось, все упорядочилось. Планируете ли вы в рамках своей новой должности проводить какие-то встречи, участников боевых действий, может быть, проводить какие-то, ну, не знаю, встречи со школьниками в рамках поднятия военно-патриотического воспитания? Ну, знаете, я вам так скажу, это, в принципе, мысль всегда есть, но, немножко, немного, но малость уже делается. Ну, я был инициатором, а так, с помощью ребят, мы проводим футбол, турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвященный Союзу Абхазских Добровольцев. Вот в прошлом году, вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, да. В прошлом году он проходил у нас в ауле Апсуа, ну, начало такое, среди абазинских хаулов пока, я все охватить не могу. Ну, понятно, да. Все охватить не могу, и поэтому, учитывая, что я, ну, относительно долго играл в футбол, за старковинскую команду Амца, начиная еще в советское время, и заканчивая... это вам близко, в принципе, да, и мы турнир организовали, было восемь команд в Апсуа. Я вам так скажу, что меня удивило. Ребята все вот с большой благодарностью, ну, те, кто был в Абхазии, до Абхазии, я же вот с кем играл в футбол, ну, даже, я вам такой пример приведу, Карабит Ионов, с Псижа, если кто-то, ну, я думаю, что он человек такой, легендарный, он в футбол играет. Вот ему было 70 лет, в прошлом году он играл в футбол. За Абхазийскую команду. Да. Такой футболист со старшем. 70 лет он играл в футбол. А дети, мы же, ну, все пригласили, не то, что только своих детей, кажется, своего ула, чтобы это все видели. Там это все проходило очень торжественно, открытие, вручение, потом, когда закончились все грамоты, медали, а перед открытием было много такого сюжета, почему этот турнир проходит, ради чего, ну, как-то вот так. Были моменты. То есть, в принципе, это такое, одновременно и военно-патриотическое, и спортивное, и, может быть, даже какой-то, да, степени вот зрелищное, и зрелищное мероприятие, потому что, ну, не всегда увидишь 70-летнего футболиста. В прошлом году это было очень жарко, в этом году этот же турнир у нас будет проходить, если вам это интересно, конечно, 8 сентября в ауле Инжичку. То есть, уже и попрохладнее будет, и уже покалбольнее футбольное 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 футбол. Ну, ребята вообще попросили немножко, вот, чтобы, ну, все равно и возраст, да, и тяжело. Вообще, к слову сказать, Абазин очень любит футбол, я заметил, потому что и сейчас тоже какой-то идет турнир абазинский между футбольными командами. Неудобно сказать, но это опять-таки моя инициатива. Вы развиваете футбол в Карачаево-Черкесии. Футбол в Абазинском районе. Не в районе, в Абазинской среде. В Абазинской среде, да. Туда входит и Красный Восток, и Дехабельская группа, поэтому, ну, пока что получается. Это как человек, который любит футбол, и которому надоело смотреть на все эти команды, решил, почему бы не организовать свои какие-то чемпионаты. Ребята довольны, ребята довольны, поэтому, и знаете как, честно вам скажу, вот ветеранский турнир, да, там уже все устоялось, мы все как есть, а вот молодые, не все же друг друга знают, а тут получается, одна игра дома, принимаешь гостей, другая игра, в гости едешь, короче, там же и зрители, там где-то родственники, где-то друзья. Вот это все, там не только, принципиально, только в футбол сыграть, выиграть и уехать. Основа не в этом лежит. Основа лежит в том, чтобы объединять, знакомить, и укреплять молодежь. Вот по поводу, еще такой у меня сразу возник вопрос, по поводу турнира ветеранов. Ведь наверняка, наверняка, не первый год знакомы все, да, и знают уже, ну, как бы знают друг друга уже давно. уже наверно знаете, где, на каких позициях стоит, как кого обыграть. Это да, это да, но опять-таки, я же говорю, вот в Апсуа когда было, я вам честно скажу, то, что я Карабита возьму, он подошел, обнимает, он говорит, спасибо, ты такой, я Карабита, что это? Мы столько лет не виделись, говорит, знаем, ну, как, там в городе, где-то встретился, там где-то встретился, а так, чтобы именно турнир, там атмосфера же другая, а футбольное поле по-другому. И говорит, ты нас всех собрал, говорит, а почему, говорит, мы это вообще не могли до сих пор сделать, туда-сюда, и решили увековечить, и это ежегодный турнир будет. А это первый, да, опыт у вас получился? Да, именно ветеранский, вот в прошлом году был, в этом году второй будет турнир. Слушайте, ну, круто, на самом деле, очень хорошо, что есть такие инициативы, потому что, ну, вы как совершенно верно сказали, это не просто футбол, да, это общение, это какая-то социализация, и как минимум, это память, память о том, что было у нашего народа. А вот ваши дети принимают участие вот в этих вот мероприятиях? Мне неудобно как-то в эфире говорить. Почему же? Мы вам задали уже вопрос, ничего страшного можно говорить. вы знаете, в этих турнирах, наверное, пока не получаю, потому что у меня, вот старший мой, он сегодня во Владивостоке, он у меня военный. То есть, он тоже, в какой-то степени решил пойти по вашим стопам? Ну, по стопам, может быть, я-то не военный, я просто принимал участие. А так у него есть пример и дедушки, и дяди, которые кадровые военные, может быть, поэтам, а может быть, я не знаю как. А, так у вас, получается, отец кадровый военный, да? не отец, дядя. А, я понял. Поэтому, он военный переводчик, сегодня, уже вот 8 лет, он служит в Владивостоке. На самом деле, мне кажется, это большой повод для вашей гордости. Это людям давать оценку. А младшим? Для гордости не только абазинского народа, но, наверное, Корчаева-Черкесии, что, что, умолять. Спасибо большое, что сегодня вы пришли к нам в студию. Но перед тем, как отпустить вас, конечно, хочется пару слов по желанию абазинскому народу, абхазскому народу, для которых вот этот День Добровольца, это все-таки, ну, скорее даже не праздник, а это просто памятная дата, о которой забывать не стоит никому. Ну, что могу сказать? К своему народу обратиться в каком плане? Чтобы больше ни у нас, ни у кого это не происходило. Пожелать хочу своему народу процветания, радости, счастья и также всем, кто нас окружает. Я еще раз говорю, один человек счастлив быть не может. Также один народ счастлив быть не может, когда вокруг него что-то, хаос или что-то. Я хочу, чтобы у всех был мир, тепло, каждый дома себя чувствовал уютно, не переживал за своих детей, и жили, радовались. Спасибо большое за организацию, что пришли сегодня к нам и рассказали, и, ну, учитывая, насколько это эмоционально было вам сложно, и вспоминать эти времена, ну, и мы желаем вам и всему абазинскому району народу, чтобы никогда больше не приходилось проходить через такие испытания. Спасибо. Наверное, и любому народу этого тоже можно пожелать, потому что никому это не пожелаешь. Все мы живем в одной республике, и беда, как вы сами сказали, беда твоего соседа, твоего брата, это и твоя беда тоже. Спасибо вам большое, я надеюсь, что мы с вами еще скоро увидимся на мероприятиях, которые вы будете организовывать. и мы запомнили дату 8 сентября, и обязательно приедем посмотреть вот такой вот необычный футбол. Будем ждать. Ну, а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся, спасибо, что этот час оставались с нами, но мы прощаемся с вами ненадолго, всего лишь до завтра, увидимся в 15.00 в этом же месте на телеканале Архиз 24. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»